Продержай смелости друг другу, любивы, бесхитростны, дабы так жительство и так себя держа, благоуспешно совершить приближающий нам подвиг, и, благогодив Богу, обрести обетованные блага. 46. Явилась благодать Божия по слову Дивного Павла, спасительная всем, чтобы отверглись мы мирских похотей, особенно мы, монашескую жизнь возлюбившие, целомудренные преподобные и правильно поживем, ждущие блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 47. Который одним в потерпении дел благих воздаст Царство Небесное, а другим порвению и воле плоти, отказавшимся от благих рачений и дел, гнев и непристающую муку в огне вечном. 48. Смотрите же, так ли живем мы, по тому ли намерению, какое бы в нас вначале было. 49. Итак, прияв имя и прозвание, святые подвижники, не посрамим первоначального последующими делами и не уподобимся фимиаму, который сначала распространяет благоухание, а под конец изгарью поражает обоняние. 50. Не светильнику светлогорящему вначале и всех в доме освещающему, а потом под спут полагаемому или угасающему. 51. Отвечительные черта истинной добродетели есть во все время хранить характер свой, и в этом труд наш. 51. Ибо мы, человеки, как бы посказновенно и удобно приложены на неподобающее, по изреченному негде божественным глазам, прилежит помышление к человекам, прилежа на зла и от юности его. 52. Отрехшись же от мира, донияемся опять общниками его и страстными, поправши славу, дониямемся ее опять во злоумие. 53. Исповедуя здесь о себе, что мы обнажились от всего, да не приступаем опять к пожеланиям и благам, чуждым для нас. 54. Зачем, забыв об обете своем данном при свидетельстве ангелов и человеков, ищем, кто первенство, кто учительство, кто покоя, а иные изъявляют крайнее неудовольствие, если в чем-либо окажут им некое невнимание, или не почтут их, как преподобие. 55. Не подобнейших мужей зря перед собой ни смерть, ни страшный суд и осуждение помышлений их и дел, и не тяготящие их бремя грехов, но то, к чему влечет и чего вожделевает сердце, и что рисует долу преклонная мысль, которая в мечтах своих одного вводит в клир, другого возводит в настоятель, и того облекает словом премудрость, и этому поручает строение и попечение монастырских потребах. 56. Не сатанинское ли это прелесть и обман? 57. Не всех укоряем в этом, но есть некоторые такие. Слово же наше общепростирается на всех, в утверждении их, в добрых помышлениях и чувствах. 57. Все почетше второстепенно, мы со всем земным распастившись. К чему вместо того приступили мы, а то мы будем подвязаться. 58. Чего же ради вышли мы из мира? Вышли мы нищенствовать, плакать, алкать, жаждать, быть чистыми сердцем и миротворными, быть поносимыми, гонимыми, если случится оклеветаемыми, быть отребием мира. 58. И, наконец, если настанет время гонения, предать себя на смерть за нас ради умершего. 59. Ибо решившиеся на то и всегда на то готовые причитаются к тем, которые действительно то пострадали, и с ними вместе прославятся. 59. И соцарствовать будут единому Богу нашему и всецарю Христу. 47. Четвертый том Добро Толюбия, страница 115. Сьодор Растудита, наставление монахам. 59. Умоляю вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, давшего себя за грехи мира, твердо будьте неподвижны в верном исполнении святых и животворных заповедей Господних. 60. Никто не дреми, чтобы не поскользнуться на грех. 61. Никто не поддавайся искушению искушающего нас дьявола. 62. Никто злохитро не укрывает от нас греха, одно нам объявляя, а другим являясь перед Богом, взирающим пути человека и прозирающим сокровенное. 63. Не лишайте сами себя предлежащей вам радости в жизни вечной. 64. Спаситесь от рода этого растроптивого и развращенного. 65. Возненавидьте мир. И что в мире? Всякие пристрастия, сладкие утехи, свои воли и самоугодия. 65. Все раздружились мы с миром, вот приступили к страху Божию. 66. Умерли мы греху и не должны допускать ничего отвергнутого нами. 66. Не тещи опять вслед того, не принимать то. 67. Пришел ты сюда, убежав от мира и мирских, восприми доброе и дивное решение предать себя в рабы послушание и все охотно претерпевать ради Христа даже до крови. 67. Это уже и обещал ты и в самом отречении своем перед лицом Бога и ангелов Его. 68. Таков ли ты? Тебе то ведомо. 69. Но смотри, человече, Бог поругаем не бывает. 69. Кто отвергся законам Моисеева без милосердия при двух или трех свидетелях предается смерти, то сколь стихчайшему повинен, думаете, будет наказаний тот, кто не почитает, попирает Сына Божия за нарушение обетов Своих и кровь за святыни скверно возмнив. 70. Евреям 10, 28. Господь за нас пострадал. Что ты, раб, можешь пострадать, равно Господу твоему? 71. Что же ты, любимича, раздражаешься? Что выходишь из себя? Что возмущаешься? Что? 72. Обругали тебя? Это и Господь твой потерпел. 73. Ударили в ламиту? Он же разве не предавал лица своего бьющему? 74. Насмеялись над тобою? Что же было и с владыкою твоим? 74. Ибо Он говорил через пророка по ношению поносящих тебя, пали на меня. 75. И еще. Спонтили руки мои и ноги мои, что можно счесть все кости мои. 75. Какое каменное сердце не умягчится, помышляя о животворных страстях Христа Бога и о Его за нас в смерти? 76. Но вы разве не решились произвольно приносить себя в жертву за Него каждодневно? 76. Это, впрочем, так и есть на самом деле. И, как я думаю, вы не чужды ревнования сказанным, но подражаете Спасителес пострадать Ему, ищите, как имеющие, прославится вместе с Ним в Царстве Небесном. 77. Конечно, один из вас является лучшим другого и превосходит его, собственно, присущие в Нем добродетели. 78. Но да дарует Господь Бог силы и крепость всем вам достигнуть в меру возраста исполнения Христова. 79. Когда радуюсь я чему? Хочу, чтобы и вы радовались. И когда печалюсь, хочу, чтобы и вы печалились со мною. 79. Все ныне скорбь у меня немалая из-за брата Арсисия. Исчез он с глаз наших вчерашний день. 80. И причина сему не другая, как грехи мои, как пастыря худого, который не предусмотрел, не предостерег и не предуврачевал немощного. 81. Увы мне, праведно имею подвернуться суду и осуждений, предан будь на муку и истязание. 81. Пожалейте меня, но и сами себя поберегите. Да не соделается мое над вами настоятельство причиной моей погибели вечной. 82. Да утвердите себя каждый из вас в должных правилах. И положите непременно все открывать мне на исповеди. 83. Каждый да пребывает в том, к чему призван. 84. Смотрите вы на большие, прежде других отрехшиеся мира, как бы ни случилось еще что подобное по вашему бессоветию, так как вы дозволяете себе выступать за пределы должного и не держать во всем порядков, как я хочу и как я желаю, чему быть относительно каждого подчиненного. 85. Ибо слышу, что вы бьете. Я же этого не приказывал, как запрещенного божественным писанием, хотя она допускалась святыми отцами по нужде в некоторых случаях и для неких, без шуба, впрочем, и через другого, никак страсти удовлетворяя. 86. Броните и притом неприлично, у некоторых же это обратилось в привычку. 87. Убеждением, кротости и показанием добродетели надо бы наприводить братья к должному. 87. Ибо у нас не тираническая власть, а уважающая свободу и охотно вызывающая подчинение. 88. Слова же бранные, как то несмысленные галаты, дураки, порождение ехидны и подобные, да не слышатся среди нас, хотя слово строгое. 89. Не со смущением и страстью, а щадетельное и с любовью сказанное бывает спасительным врачеством. 89. Ибо и врач пользуется ланцетом и прижигателем, когда это приводно к уврачеванию над предлежащей болезнью. 90. И у нас есть свои ланцеты и прижигатели, каковы эпитемия и слово обличительное. 91. Ими и пользоваться нам должно, имея одно в виду, чтобы упадший восстал и опять ялся пути своего. 91. И являя утробы щедрот, особенно относительно несовершенных, ни в отношении ко сну, ни в отношении к пище, ни в отношении к отдыху и прочему, нельзя наравне ставить привыкших с теми, кои не таковы. 92. Почему я желаю, чтобы новоначальным делалось послабление, пока привыкнут и сами начнут все ретиво делать? 93. Разве мы имеем братья только для работ, для виноградных лоз и маслиц? 94. Никак. Но для успособления им содевать свое спасение. 94. Об этом первоки на первом месте должны заботиться, а на втором уже и о вещественном. 95. Всякая душа, смиренная и сокрушенная по Евангелию, из благого сокровища сердца своего, износит слова благие. 95. И такой души обличение и укор сладки приемлющему их, паче сладости сладкого питья. 95. Сердце же гордого плода приносит брань, горькие и грубые слова, сопровождаемые ярыми взорами очей, расширением ноздрей, зверскими вращениями лица. 96. Каким же образом от этого уврачуется погрешивший брат? 96. Молитесь, да у милостивица Господь и откроет нам где брат. 97. Потому что это навело на меня тяжелой печаль и стало причиной их горьких слез. 97. Не думайте, что убежание в Арсисе ничего, дело невеликое, так как он из последних. 97. Но для меня это велико, ибо Христос за него умер. 98. Спеша дни за днями текут, как быстро стремящаяся вперед и не стоящая река. 99. А там и смерть. И кто есть человек, который бы жил и не видел смерти? 99. Человек свету полевому упозобился, дни его, как тень приходят. 99. Не дадим же себе быть в посмеянии, явившись с неготовыми в час пришествия по нас святых ангелов. 99. Но как каждое мгновение, имеющее быть взятыми от сели, так будем внимательнейших каждому поступку, каждому движению и слову. 99. И будем стоять добре готовыми в нетерпеливом ожидании приять мановение к исходу от Бога всех и владыки представления нашего. 99. Если так будем держать себя, то никакое зло не превзойдет в нас, и забвение не будет закрывать от нас судов Божиих. 99. Не будем уже воевать друг с другом или ссоры затевать, не будем один перед другим больше искать чести или печалить, что тому и тому не научились, того и того не выучили на память, в том-то и в том-то не умудрились. 99. Но все это вменив в ничто одного только взыщем, того, чтобы очистить душу от страстей и своими соделаться Богу. 99. Говорю же вам это не потому, что повелевал вам не учиться, ибо и этого требую, и сам же дал вам подробное правило, чему и как учиться. 99. Но чтоб показать, что первым должно быть то, а это после того, и то должно считать делом, а это пределком. 99. Господь Бог наш, припоясующий силы и немощных от гноища возвышающие у Богого, и нас, новорожденных в благочестии, день за днем преобразующих в мужа совершенного, и нас, да преисполнит мужеской к тому силой и совершенными, да явит боли нашего достоинства. 99. Апостол учит нас искать все большего и большего совершенства. 99. Не перестанем же искать, чего еще не достает в нас, но позаботимся более и более преуспевать и богатиться всяким добром. 100. Если ты звезда, старайся сделать со солнцем, если ты уже внутрь двора Божьего находишься и причислен к спасаемым, старайся достигнуть того, чтобы тебе быть поставленным над пятью или десятью городами. 100. Умножь талант свой, чтобы стать над многими, возлюби много да много и дастся тебе, будь верным рабом Господа, да над всеми, которые в доме, первенствуешь. 100. Таковы божественные глаза страшные, и когда слышишь их, и когда помышляешь о них, славу и славы предуказующие нам. 100. Возмогайте против дьявола и отражайте его на вас устремления. 101. Слышал я, что многие из вас задаются в празднословии и в вечерних сходках без смущения предаются смехотворству, а это пагубно и для делающего это, и для участвующего в этом. 101. Кто-нибудь из вас привносит слово смехотворное, и бессловесный смех тотчас от одного раздражается на всех, а дьявол радуется, ибо он тут командир, и ему угождение доставляется тем, а Господь со святыми ангелами своими устыждается при таком худодействовании нашим. 101. Побойтесь Бога и остепенитесь. Если это неправда, докажите мне, что лгую, и я замолчу. Если же правда, начните блестись от этого. 101. Почему не обуздываете вы слово охотливости, не храните молчание, не говоря ничего, пока не спросят вас? 101. Вера, не знаете сладости молчания, которые душу молчащего исполняют радованием более всякой радости, ибо таково имеет собеседникам Духа Святого. 101. Вы думаете, что это малость, и не знаете, что тут совмещается всякое зло? 101. Ибо, как изрек божественный Яков язык, неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда, и обуздывающий есть муж совершенный. 102. Не огорчайтесь же на меня, хотя я и огорчаю вас. Я отец вам, и скажу вам словами святого Павла. 102. Кто же веселит меня, только приемлющий, доставивший скорбь? 103. Взялись вы разговаривать? Хорошо, но говорите о тропарях и стихирах, рассказывайте святые истории, рассуждайте о вещах полезных и о делах вам приближащих. 104. Говорите же о каком-нибудь поле или огороде, о быке или сто, или о другом чем-нибудь. К чему вам? 104. Кому нужно об этом спрашивать, и кто может дать на это настоящий ответ? 105. Но один спросил ни с того ни с сего, а другой повторил вопрос, и пошли пусторечить, что и удержи нет. 105. Лучше уж сидите в келье и молчите. 10. Молчаще, повторю еще, имей Духа Божия сожителем в себе. 10. Противное же всему явно. 49. Вот вводимся мы снова во святую и великоименитую седьмитую. 50. Судейственного воспоминания страстей христовых. 51. И снова научаемся, что и сколько и чего ради благоволил потерпеть за нас Господь, славу Бог и Создатель наш. 51. И какая окаменелая душа не сокрушится и не содрогнется, представляя, как Господь предается учеником, 52. Отдается в руки беззаконных, связуется воинской рукой, ведется в судилище, 53. Обвиняется истина, сущий, слышит льстец и злодей. 54. Спаситель всех ударяется в ламиту и сносит, оплевывается и не противится, терновым венцом облагается приболезненно и не опаляет дерзких. 55. Багреница одевается, как царь, и как злодей бьется тростью, наконец распинается, копьем прободается, смерть и вкушает жизнь всех. 55. Но вскоре затем восстает, восставляя и нас от падения нашего и поставляя в непресекаемое бессмертие. 56. О, Господи Боже нашу Создателю, что равное принесем Тебе мы прах и пепел? 57. По безмерно богатой благости своей не презвел Ты погибающего создания своего, но благоволил прийти и спасти нас образом крайнего и неизглаголанного смирения. 58. И вот в чувстве спасения и сила от Тебя приятой грешными устами недостойными приносим Тебе хвалу и благодарение, преисполняющее нас. 59. Произошла у нас перемена послушаний. Один к одному, другой к другому переведен послушание новому для него. 60. Сделано так по отцепреданному правилу, ибо этим образом наилучше сохраняется и укрепляется братолюбие, единодушие и единомыслие. 61. Но некоторые из вас приняли это без обременения, а другим это показалось тяжело, потому что те привыкли отсекать свою волю, а эти оказались неприготовленными к этому. 62. Те не пристращались к послушанию, и им все равно, к чему не приставив. 63. А этим одно послушание нравится, а другое нет, и одно считают они почетным, а другое унизительным. 64. Из этих, впрочем, последних, одни, поскорбев немного, преодолели себя и помирились с новыми для них назначениями, а другие все еще упорничают и стоят на своем нехотении подчиниться новому порядку. 65. Ко всем вам, вот мое смиренное слово, те, которые приняли наше распоряжение, как бы оно исходило от Бога, и отсекшие волю своей с готовностью приступили к тому, что кому назначено, блаженные, благоприятные и нам и Господу, и равным мученикам, настоящие, а не мнимо только. 66. Те, которые, приняв его сначала с неудовольствием и скорби, скоро потом со смирением обратились на лучшее, и эти добрыми явили себя борцами, принесшими Богу крови и излияния. 67. Третий же, все еще остающийся в непокоривости, испретающий оправдание себе, внушая моим страстями их, отпадшая суть, о которых справедливо сказать, что они не суть и не были от нас. 68. Господь сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, и еще, если любите Меня, заповеди Мои соблюдите. 69. Применительно к этому я говорю вам, что не всякий, говорящий мне, отче, отче, ученик Мой есть, и что только тот любит Меня, кто исполняет Мои распоряжения. 69. Не будем любомудры на словах, а когда дойдет до дела, оказывается чуждыми того, что говорим. 69. Сколько раз приходилось мне слышать от вас, кровь свою прольем, умрем за тебя, если хочешь, в море бросимся, если хочешь, ногами будем ходить, если хочешь, камни будем есть, если хочешь, члены свои отдадим на отсечение. 70. Слушая это, радуюсь, бывало, и благодарю Бога. 71. Но потом, когда пришедший находил вас не схожими с словами, плакал и рыдал, приговаривая, люди эти устами благословляют Меня, сердце же их далеко отстоит от Меня. 72. Не про всех вас говорю так, ибо испытав благопокорливость многих, как ангелов Божьих, но про тех и других. 73. Но и они не все, не всегда бывают упорны в своих желаниях. 74. Говорю же общее, чтобы наперед быть над всем и во всем правыми. 75. В защите же про отеческих пределах, которыми всегда верными пребывали отцы наши перед Богом. 75. Им подражайте. Если не будете так действовать, то по исходе своем не сподобитесь сопровождению ангелов святых, и не будете вселены посреди отцов ваших. 76. Ибо каков, кто есть, таким явится и там, зная, что вы все желаете спастись и состоите в числе спасаемых. 77. Будем же тещи, добре, и, подпадая искушение, не дадим себе падать. 78. Если же споткнемся, встанем поскорее, если задремем, пробудимся. 79. Не осуждаю вас, но почитаю рабами божиими и ношу в сердце моем. 50. Страница 123. Четвертый том Добротолюбие. 79. Что сие, еже она с таинства? Какое всех ожидает обиталище? 80. Трехоршинный гроб. От земли взяты, в землю опять пойдем. 80. Тело остается здесь, душа же воспаряет в горе. 80. Что были мы прежде и чем стали теперь по преступлении заповеди? 80. Оно породило смерть, из-за него стали мы тленны. 81. Такими же увидим себя и мы, ибо так же умрем. 81. Что ожидает нас? Куда пойдем? Что встретим? 81. Чего же ради так лелеем мы плоти эту нашу и не нашу? 81. Другине и враждебницу, наветницу и попечительницу, пагубную и спасительную. 81. Сколько ни корми ее, сколько ни покоя, сколько ни услаждай, не превратится ли она все же в червей и в смрадную грязь? 81. Какая же польза мне заботиться о пепле и бороться из-за праха? 81. Плоти кровь царствия Божия не наследует, говорит Писание. 81. Всего ради позаботимся о себе доброе и не допустим себе жить, как скоты живут. 82. Неразумным животным свойственно любить плоть, растолщать чрево, питать плотские стремления, кипеть кровью, ботеть телом и все чувства услаждать. 83. Человек уже воистину образом Божиим почтенному и хотящему жить, как создан, ничто из этого не свойственно. 84. Дело его дело ангельское, созерцать небесное благо, обозревать картины миротворения, пламенеть любовью к истинному Богу. 85. Ненавидеть бесов, немного пищись и о теле, самое необходимое давая ему мерно и по малости. 85. И ей, молю вас, будем право мудрствовать и познаем, что не погрешили так действуя в будущем веке, 85. Когда всем воздастся по делам и начинаниям их праведным жизнь вечную, а грешным огонь неугасимый. 51. Представьте члены ваших пословных, апостолу, в рабы праведности, в святости. 52. Восприимите божественное мудрование еще преизобильнее, познайте истинно ангельское достоинство честного вашего образа жизни. 53. Впрочем, вы уже и познали то и предали себя Богу совершенно со смирением, и благодушно несете каждодневно чувствительные труды в духовных и телесных деланиях ваших. 54. Ибо оба они равноблагоприятны, и одни другими восполняются. 55. Один занимается чтением, другой молится, тот дома сидя рукодельствует, этот работает где-нибудь на открытом воздухе, иной виноградник раскапывает, другой гряды проводит, тот по делам хлопочет, этот плотничает. 56. И никто без дела, никто не сидит, сложивший руки, но все привносят труд по силе своей. 57. По-моему, ни привратника, смотрящего за входящими, ни огородного сторожа, спугивающего птиц, не должно презирать, ибо и из них каждый содействует целому телу, занимая незначительное место ноги или пальца. 58. Все мы одна душа, одна воля. Так и проявлять себя будем всегда, и никто не отсекая себя от сотрудничества и постраданиям вместе с братством. 59. Руки ваши освящаются, жертва Богу и приношение приносится трудом вашим. 60. И разве не прав я, говоря это? Не питаете ли вы престарелых? Не довольствуйте ли странных хлебом, овощами, чашей студеной воды или вина и всем другим, что имеется в монастыре? 61. Не угощаете ли приходящих друзей? Не содержите ли себя самих? Не питаете ли нас? 62. Что все это, если не приношение Богу? Ибо написано, милости хочу, а не жертву. 63. Это вы милостивыми являетесь, когда отдается что от монастыря, ибо когда делается это не я один податель, но все мы подаем, деньги ли, одежду ли, или другое что. 63. Вы чадо мои соучастники во всем моем, и душевном, и телесном. И сердце мое горит к вам, и не тесно вам в сердцах наших. 64. Каждого из вас объемлю я духовной любовью, каждому состражду, каждого стараюсь согреть и упокоить. 65. Почему знаете, что если кто против кого-либо, то и против меня? Ибо он я. 66. Почему мир да будет между вами и любовь духовная, и друг друга почитание, и друг друга помогание? 67. Последнее почитайте на больших и первейших, как меня самого, и слушайтесь их во всем со страхом и любовью. 68. Кто же не послушается, тот не чадо мое. 69. Подкрепляйте себя наперед душевными питаниями, совершая трезвенно и бодренно уставные службы и священные молитвы, а потом по причине трудностей работ и телесными, хлебом, вареными овощами и вином, в мере положенной. 69. Это для некрепко здоровых. 70. У кого же есть желание воздержаться, благодарение Господу пусть воздерживается. 71. Но не пьющий да не смущается, будто падающий, ни не пьющий да не надмивается, будто великое что делает. 71. Ибо пища не приблизит нас к Богу, особенно если при этом тщеславимся. 72. Что юным пригоден не винопитие? Кто станет противоречить? 73. Но и для всех полезно не пить вина, особенно для крепких телом. 73. Я, впрочем, намеренно неким попускаю пить вино по уставу, для смирения помысла их не навсегда, а на время. 74. Известно вам, что почти каждый день приходят к нам желающие поступить в обитель нашу. 74. Но я не всех принимаю, ибо не о том заботча, чтобы у вас было здесь более тщеслом, чем в других монастырях. 75. И не хочу этим хвастаться, хотя и тщеславен. 76. Мы хотим, чтобы вы умножились, но умножились во славу Божию и по воле Его. 76. Множайших, собравшие воедино, конечно, большие высылают хвалу Богу, но когда собрали их во имя Его, 77. Не безвестно мне, что если о едином грешнике кающимся радуется Бог, не тем ли более о многих таковых, 77. Если посреди двух и трех сшедшихся во имя Его присущий бывает Он, не тем ли более посреди множества их. 77. Но осознавая себя немощным и многострастным, не благоволю начальствовать над многими, 78. Когда я с тобой самим не умею управиться, и только заповеди ради повелевающей всякого приходящего не изгонять вон и другой, оставьте детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. 79. Я преклоняю себя и принимаю детей маловозрастных и юношей и устаревших и женатых и неженатых и здоровых всем телом и увечных и одноруких и хромых. 80. Делай же это не по своему произволению, как делающий нечто великое, но как подчиненный, обязанный так делать по божественным отцам, так что если не буду так делать, окажусь преступником заповеди. 81. Вы же что скажете? Согласны ли со мной и готовы ли сами участвовать в этом? 81. Да или нет? Отвечайте мне каждый, чтобы мне усерднейшим быть в этом деле, ибо ваших трудов плод и есть то, чем их кормить и содержать. 81. Или лучший дар Бога, исполняющего всякое животное благоволение, дающего пищу скотам и птенцам ворона, призывающим его, и сказал, что возвите на птиц небесных, которые не сеять ни жнут, но Отец ваш небесный питает их. 82. Впрочем, я полагаюсь на ваши добромыслия и надеюсь, что мы, сообща, всегда усердно будем исполнять все заповеди и ни в чем не окажемся достойными осуждения. 83. Ибо если я не приму престарелого и не упокою у вечного, то окажусь преступником закона, не по одной только какой заповеди, потому что заповеди составляют неразрывную цепь и одна за другую держатся. 84. И этому соответствует как исполнение их, так и нарушение. 85. Почему, если нарушим и одну заповедь, меньшими наречемся в царстве небесном, меньшими же наречись по святому златоуству, не другое, что значит, как подпасть вечному мучению. 85. Будем же принимать и детей, и престарелых, и увечных. И благий Бог не презрит нас, но будем подавать нам, будет все потребное и по душе, и по телу, как мы и получали уже от него с первого дня и доселе. 52. Не позволяйте себе зле относиться один к другому, но показывайте взаимно между собой благое соревнование и подобающее братолюбие. 53. Говорю это в желании, да все спасемся. 54. Ибо Господь наш Иисус Христос говорит, так нет воли пред Отцом Моим Небесным, чтобы кто погиб. 55. Итак, спаситесь все. Для этого все понудьтесь и поревнуйте представить себя Богу чистыми, как и созданы были вначале, нося подобие божественного образа. 55. Не будьте задорливы и не вдавайтесь в рассеянную многоречивость. Когда сходитесь вместе по вечерам, не заводите смехов. 56. И когда работаете вместе, не делайте это, увлекая друг друга в падение. 56. Чрево мое болит мне, чувство сердца моего неудержимо метутся. 57. Чрево мое болит мне, чувство сердца моего неудержимо метутся. Продолжение следует...